Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня поговорим о том, как создать сет Т3, что для этого нужно, сколько вообще голды потребуется, какие реагенты нужны, и по каким этапам это все происходит. Для начала скажут, что, конечно же, нам нужно открыть старый Naxxramas, для этого нужно открыть старый некраситет. Видосики по открытию имеются на YouTube-канале. Также не лишним будет участие твинков в этом всем деле. Почему? Объясню чуточку позже. Заходим в старый Naxx и, собственно, начнем закупку болванок. Создание Т3 сета идет по нескольким этапам. Первый этап мы подходим к гоблину, и у него за жетоны сделки со смертью, за три жетончика, мы покупаем какой-либо нужный нам предмет, который мы хотим ральнуть в болванку для последующего крафта Т3 вещицы. 207 жетонов сделки со смертью. Это 69 купленных предметов. Надеюсь, с 69 предметов мне ральнется 7 болванок. Почему 7 и не 8? Одну вещицу мы уже получили с квеста. Окей. Продолжим первый этап. Начну закупать вещицы и постепенно их открывать. В этом мне поможет макрос. Run by Merchant Item. Сейчас сделаю его. Твинки в этой всей схеме полезны тем, что мы пролутываем с каждого босса камушки. Камушки можно выслать на одного персонажа и открывать болванки на одном персонаже. Таким образом, чем больше у нас твинков, тем больше камней мы вылутываем. За полное прохождение накса мы получаем 15 камней, с леверами на 5 роллов болванок. Только вдумайтесь. 69 открытий. Шапки. А мне просто не выпало ни одного нужного эпического шлема. Это просто какой-то шок. Зато шапки на трансмок выпали. Окей. Все-таки в рамках этого видео я хотя бы должен показать, что мне должно было выпасть. Костану сейчас брутозавра и покажу. Возможно, эти предметы имеются на аукционе. Покупая вещицы за 3 жетона, по идее, мне должен был выпасть такой шлем. Шлем оплакиваемого рыцаря. Также на плечи и другие предметы, да, аналогичные имеются. После этого идет этап 2. Мы должны найти крафтера, у которого имеется выученный рецепт. Для меня, например, это металл нежити. Чтобы выучить рецепт металл нежити, нужно, чтобы у человека было достижение дары смерти. Дары смерти — это ачив, который дается за собранный Т3-сет. То есть те люди, которые ранее собрали Т3-сет, теперь могут крафтить предметы, которые помогут нам получить Т3-сет. Мы объединили бы шлем, например, и этот металл нежити. Что произошло после этого? После этого произошло бы получение такого предмета. Оскверненные, латные, наручи, шлем, на плечи. Нужно объединить с филовязью и сферами праведности. Что такое сфера праведности? Сфера праведности — это реагент, который покупается на аукционе. А филовязь — это реагент, который покупается у вендора, который, кстати, выпал с открытия шапок. 200 голды — одна штучка. То есть для фулл-сета мы тратим 2 миллиона 800 тысяч голды. Это большая такая реально цифра. И, конечно, еще стоит понимать, что на всякие реагенты мы посливаем голдишки. В общем, примерно 3 миллиона на Т3-сет реально уйдет. Как-то так мы крафтим Т3-сет. Конечно, удивительно, что с 69 попыток ничего не выпало. Но не расстраиваемся, готовим больше твинков и проходим еще больше наксрамосов. На этом все. Надеюсь, полный путь получения Т3-сета ясен и понятен. Если имеются вопросы, задавайте в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok